Все началось в прошлом году, когда Зет выкатили мышек Сечутер за 999 рублей. И все бы хорошо, если не офисная вага А3050. Сотрудники ДЕКСП прислушались к критике, и вот настал момент ее обновленной версии. И все тоже было бы хорошо, если б не одно но. Что это за но, сегодня вы узнаете. Всем привет, с вами Стик Ботман, и сегодня речь пойдет об очередной мышь от Зет под названием Зет Экси Чутер 2. Начнем. Мышь продается в сети магазинов ДНС и стоит 1599 рублей. Иногда цена меняется за счет курса доллара и распродаж. Коробка оформлена в стиле Благи, так же, как и коробка от Зет Аверит, но с измененным дизайном. Все остальное идентично с Аверит. Форма мыши сделана для правшей, с любым видом хвата как когтевой, так и пальцевой с ладонным. Это удается сделать благодаря софт-тач пластику по бокам мыши. Во всех остальных местах пластик матовый, шнур питания так же оказался хорош. В обленке, длинный и гибкий. Ножки же сделаны из тефлона, из-за чего могут появиться проблемы с мягкими ковриками. Внутри ZX и Chuter 2 располагаются микрекиона BlueHL на 20 миллионов нажатий. Энкодер стоит от каилов, поэтому не спешите выбрасывать чек, так как такие аэнкодеры нередко ломаются в гарантийный срок. Дополнительные боковые кнопки немного люфтят, из-за чего гарантия прочности таковых кнопок становится меньше. Но самое интересное стоит в сенсоре. Обычно за такую цену Zed ставит игровой сенсор начального уровня под названием Pixar PWM3325, который является улучшенной версией 3310. И он как раз имеет максимальную чувствительность в 10 тысяч точек на дюйм. Или же DPI. Данная мышь тоже имеет 3325, но немного измененная. Худшую сторону. Это вам сейчас расскажет мини-влад 12. Твой выход. Как бы выраститься помягче? Давайте начнем с верхов. Здесь он светится. Как обычно это происходит в офисных грызунах. Так, это плохой знак. Для вашего понимания, это девятая мышь в моих руках, и из них только Блади в V7 и Эксекьютор 2 со свечащимся сенсором. Ну, если с V7 и так все понятно, то вроде как в Эксекьютор 2 ставили 3325. И суть аппозит оверхит, он не светился. Так, что-то тут не чисто. Окей, разобрал мышку с целью узнать, какой же чип там стоит. Окей, ПМВ 3325. Ладно, я вас понял. Но только ответьте мне, пожалуйста, на один вопросик. Какого ху... Рьет как 350, мне кто-нибудь объяснит? Любой неудобный флик для этой мышки равняется 100% срывам. Кроме того, она неадекватно себя ведет, когда просто виляешь мышкой вокруг. Клянусь, Z-оверхит так не срывал, где реально стоял адекватный 3325. Но в Эксекьютор 2 стоит какой-то неадекватный 3325, который рвет как Аваго 3050. Не, ну а что, зато можно позвать не 4000 дипя, а 10 тысяч. Круто же! Вот так вот. И да, спасибо за участие. Владос, жду тебя снова. По итогам мышь хороша, но к сожалению от меня, получает тикботмановский дизлайк, так как сенсором является не 3325, а Аваго 3090, который является апгрейдом А3050. Судья по количеству DPI. Если вы хотите мышь с подобной формой, то Z-оверхит так не будет. Лучше обходите стороной. Вот и закончилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите подобный контент. С вами был Стикботман. Пока-пуки!